В эфире программа «Иркутск сегодня», а мы говорим о городе и его людях. В студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! В России сегодня День молодежи. Этот праздник учредили еще в 1958 году. Долгое время его отмечали в последнее воскресенье июня. В 1993 за этим днем закрепили конкретную дату 27 июня. Но все равно по традиции в России этот день отмечают по выходным. В Иркутске в этом году всех приглашают на Нижнюю набережную 29 июня в субботу к московским воротам. О программе грандиозного праздника мы поговорим через пару минут, а пока давайте послушаем, как иркутяне понимают слово «молодежь». Скажите, пожалуйста, молодежь – это с какого по какой возраст? От 20 до 40, нет. Когда ты все можешь, куда-то ты можешь идти, устроиться на работу. Вообще я считаю, что молодежь – это с 15 до 30. Почему только до 30? Ну, я не знаю, потому что изменения в организме уже начинаются. То есть старение организма уже примерно с 25-30 лет. Я думаю, мы все в душе молодые, остаемся до самого-самого последнего. Ну, если честно, я думаю, молодежь – это, наверное, до 35 лет. От 15. Почему до 35? Ну, наверное, это такой период жизни у человека. Я сужу сейчас про мужчин, говорю, да, что уже где-то до 35 лет. Ты все-таки такой немножко ветреный, а после уже наступает какая-то мудрость приходит, уже что-то успокаивается в душе. С 16 до 32. Интересно, почему до 32? 33 – возраст Христа. Не стал бы сравнивать, что он был молодым. С 15 до 26. Почему до 26? Ну, дальше уже должны быть зрелые люди. А в чем зрелость проявляется? Ну, зрелость и ответственность. 49. 49! Я считаю себя молодой. Время у нас сейчас не то. Раньше молодежь – это было 14 лет, и сейчас, дай бог, чтобы с 18 лет. А до какого молодежи можно считаться? А, до какого периода? Ну, здесь, наверное, окончание вуза, потому что это первые самостоятельные шаги. Гуляй, пляши, не думай ни о чем. А потом жизнь заставит. Я тоже молодежь, поэтому, не знаю, каждый чувствует внутри, какой он молодежь или не молодежь. И в гостях у нас сегодня начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Иван Смолкин. Иван Станиславович, здравствуйте. Добрый вечер. Мы с вами сейчас посмотрели, как иркутяне оценивают молодежь, в какие возрастные рамки. Кто-то говорит, что вот до 18-22, всего кто-то говорит до 30-35, а есть те, кто говорят, я всю жизнь молодежь. Вот у вас в управлении, вообще в администрации молодежь это какие-то конкретные, тоже какой-то конкретный возраст? Я скажу так, если брать по законодательству и по той работе, которую мы ведем, конечно, это какие-то конкретные рамки. Не буду их называть, чтобы не обижать, чтобы никто сейчас не убежал от нашей молодежной политики. Если говорить фактически, то у нас молодежь это все иркутяне, которые живут в нашем городе. Ибо нашим, по крайней мере, отделам взят такой план работы, что мы тесно работаем с департаментом образования города Иркутска. То есть школьники – это наши завтрашние друзья, и у нас есть очень много смежных моментов и всеобщих праздников. Такой, как и День молодежи, собственно, которая будет впереди. И буквально за стенкой от нас сидит совет городской наших ветеранов, с которыми мы тоже действуем. И некоторые заходят и говорят, ну чего, когда у вас какие-то мероприятия, мы к вам придем, мы же с вами, мы же в одной тусовке. Я лично слышал это из одного из наших уважаемых стариков, поэтому я считаю, что все иркутяне – это молодежи. Тогда мы всех иркутян в субботу приглашаем на День молодежи. Обязательно, все. Как он будет проходить? Мы встретились еще в феврале с молодежью, с студентами, с нашими сообществами и проговорили, что грядет День молодежи. Чего бы вы хотели? Прежде всего, что мы услышали, уйдите, пожалуйста, наконец, с Александра Третьего на День молодежи. Потому что там были лица, которым уже, ну скажем, далеко за молодежь. Они сказали, что еще при нас День молодежи праздновался на Александре Третьем. Поэтому полностью вся локация – это Нижняя набережная. То есть вся вытяжка Нижняя набережная – это будет полностью все в действии именно Дня молодежи. Начинаем все с 8 утра. Кстати, сразу же предупреждаю, если вы едете в сторону московских корот, нам будет все перекрыто с 8 утра. Все. Потому что там мы ожидаем битву на Кубок Мэра. Драгворс она называется. Ну, на самом деле, это просто драг-битва. Что такое драг? Я всем начинаю рассказывать с сегодняшнего дня про драг, как только мы сделали все эти афиши. Я сам недавно узнал, что это. У нас есть дрифт-площадка в городе Иркутске. И дрифтеры, которые когда-то считались хулиганами. Но сейчас это хорошие ребята, которые целиком и полностью участвуют в жизни города. Которые когда-то пришли к нашему мэру Дмитрию Берникову и сказали, давайте дружить. На что мы же сказали, не вопрос. Почему так много лет это не решалось? Что для вас нужно? Они говорят, дайте нам площадку, где мы просто это можем делать. Им отдали площадку. Сейчас это, по сути, легальные ребята, которые занимаются своим любимым делом. Но иногда им все равно хочется похулиганить. Что такое драг-битва? Это когда два автомобиля становятся на одной линии. И по определенной отмашке человека они стартуют и разгоняются на максимум своих сил. То есть там в конце идут замеры некоторых датчиков. Кто приехал быстрее, тот, собственно, и победил. С 11 до 12 это будут квалификации. То есть будут выбираться, кто будет заезды все-таки выполнять. И подходит ли автомобиль тот или иной под эту битву. Ну а в два часа начнется самое яркое действие. Когда появятся все эти автомобили, к нам едут ребята с других городов. И если надоело смотреть, можно просто прогуляться в сторону Вечного огня по нижней набережной. И тогда мы сразу же попадаем на ребят, которые в 12 часов выставляют свои площадки. Это наш Иркутский Арбат. То есть наши умельцы, рукодельцы выставляют свои поделки и показывают какие-то мастер-классы. С 12 часов на памятнике Пахабову, мы тоже впервые это делаем, мы выставляем патриотическую площадку. То есть наши все военно-патриотические организации в городе, которые стараются, которые помогают администрации. И администрациями помогает, выставляет свои площадки. Состоится у нас кубок мэра по панкратиону. Мы выставляем восьмиугольник, где будет 5 боев, 5 пар, от новичков до профессионалов. Это действие будет длиться с 17 часов до 18.30, буквально на полтора часа. Но действие будет захватывающее. И вот сразу же после боев мы поднимаемся наверх. Для того, чтобы определить, что это за место, от вечного огня переходим мостик и прямо упираемся в главную сцену, не города. Там будет кубок мэра по КВН. Это Байкайская лига у нас представляет. Будут выступать и школьники, и наши ребята, которые играют в городской лиге, самые лучшие, самые сильные. И приедут ребята, которые представляют наш город в премьер-лиге, которые в сентябре сыграют в финале. И этим мы гордимся. Команда КВН Буряты, они приедут и с таким мини-сольным концертом выступят для всех коркутянцев. Соответственно, наградим, вручим кубки. И еще далее... Еще не все. Еще не все. И в 20 часов, когда закончится КВН, КВН начнется в 18.30 на этой площадке. В 20 часов приезжают наши большие друзья, наши партнеры, ребята, которые выступали и на «Минуты славы» на центральных каналах. И на шоу «Великобритания», шоу барабанщиков «Заноза». Ну, мне трудно на пальцах, на самом деле, обрисовать, что это такое. Но это классное шоу с живыми барабанами, с живыми ребятами. Свет, звук, вода. И это все в коллаборации с хорошей современной музыкой. Такая вот дискотека по современной барабанам. Давайте еще раз. По хэштегу... Молодежка38. Молодежка38. Вся программа в соцсетях Дня молодежи в Иркутске уже есть. Можно посмотреть и выбрать, куда вы хотите сходить. Но я хочу спросить про общественное движение «Наш Иркутск». Это новое общественное движение. Все спрашивают, что же это такое и чем оно занимается. Общественное движение, оно само... То есть, наверное, к его созданию иркутяне сами по себе и пришли. Потому что последние четыре года, вы видите, как все меняется. Меняется абсолютно везде. Начиная от отношения власти и иркутян, заканчивая постройками, заканчивая школами, садиками, замечательными скверами, которые появляются, пространствами, от которых просто захватывает дух. Когда у меня у самой есть маленькая дочка, и наконец-то есть где погулять, и меня это радует, и это сделать абсолютно безопасно. Все это менялось, менялось, менялось. Какое количество дорог делается? То есть, я как автомобильист тоже могу восхититься, на самом деле, этим количеством. И по ходу всех этих событий появлялись такие ребята, которые кто-то брался следить за состоянием дороги, или как ее ремонтируют, потом смотреть, как она используется. Если есть какие-то вопросы, сразу же передавали Дмитрию Викторовичу, или другим комитетам, которые ответственны, кто-то контролил уход работ, строительство социальных объектов, кто-то занимался непосредственно созданием каких-то мероприятий в городе Иркутске. Это просто общественники. Они сказали, слушайте, ну давайте, может быть, объединимся, и тогда будет хоть хотя бы какая-то уже понятная полоса. Это тогда только проговорили. Потом, сразу же после этого, встретились пятеро наших учредителей этого движения, абсолютно разновозрастные, от парня в 21 год до генерала авиации, переговорили, сказали, давайте создадим. У нас у каждого есть свое направление. У нас есть там ревизоры, которые контролируют дороги, там еще что-то. У нас была большая борьба с лариками, то есть с продажей алкоголя после 12 часов и так далее. То есть очень много направлений, которые нужно вести. Давайте мы объединимся, только нам нужно что-то одно. То есть под крышей чего мы это все будем делать? Пожалуйста. И получилось движение, куда тут же вошли огромное количество ребят, разные общественные организации. Буквально вчера подписали договоры и патриотические организации, и представители всероссийских организаций, типа как юная армия и так далее. То есть сразу же начали входить туда ребята. И сейчас вот оно начинает развиваться. Уже определены направления, и сейчас ведется работа по наполнению идеологической. То есть как это должно выглядеть. То есть все, конечно, хотят по-разному. Но вот мы сейчас вот пытаемся это собрать, и это здорово, что это движение существует за лесами иркутяне. А вы можете сейчас поздравить? Ну если молодежь – это весь Иркутск, то можно весь Иркутск поздравить с праздником. Обязательно. Спасибо огромное. Я думаю, что этот праздник – праздник каждого иркутянина. Потому что город Иркутск – это молодежный город. Около 200 тысяч человек – это только студенты города. А ведь помимо студентов сколько еще прекрасных ребят. Приходите все 29-го, давайте отметим этот праздник. Я желаю вам всегда оставаться молодым и в душе, и в здоровье. И самое главное – всегда идите с улыбкой. А если есть какие-то вопросы, приходите к нам. Мы постараемся их решить. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы присоединяемся к поздравлениям. Мы все встретимся в субботу у московских ворот. Будет интересно. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok